На улицах Бендер дорожники начали средний ремонт. Сегодня перекрыли одну полосу улицы Ленинградской, что, впрочем, не мешало многим водителям ездить, как будто ничего не поменялось. На месте побывала наша съемочная группа. Сегодня Ленинградскую со стороны центра закрыли с обеда. И до вечера троллейбусы здесь не ходили. Машины могли проехать только в сторону центра. Но это устроило не всех. Вот серая легковушка проезжает под кирпич рядом со свежим пропилом в дороге. Объезжает технику и попадает прямо к сотрудникам ГАИ. Инспектор объясняет про перекрытие. Водитель в недоумении, мол, знака не видел. Еще одна легковушка, заприметив знак, поворачивает во двор. А черный внедорожник, не сбавляя скорости, тоже едет под знак. А что случилось? А знаки не видели? Нет еще. Там же кирпич. Заезд в эту сторону запрещен. Все, поняли. А где штраф платить? Следом еще одна легковушка. На наши знаки водитель показывает, мол, некогда, спешу. И проезжает за ним такси. Запрещающий знак или не видят, или делают вид, что не видят. За 10 минут мы насчитали 6 нарушителей. Улица Ленинградская. Это почти полтора километра вдоль микрорайона Солнечный. Улица с уклоном. В дождь и непогоду. Вода течет по улице. Здесь быстрее появляются ямы, трещины и выбоины. Солнечный – самый большой спальный район города. Машин здесь много и дорога не радует. В прошлом году здесь начали ремонт. Верхнюю часть улицы сделали. В этом решили отремонтировать самый разбитый участок. Чуть больше 100 метров. В этом году, как и в прошлом, решено выполнять работы более-менее равномерно по разным районам города. То есть не какую-то одну отдельно взятую улицу взять и сначала до конца ее сделать в одном районе. Для того, чтобы как-то более-менее во всех районах что-то сделать, было принято решение как госадминистрациям, так и городским советам распределить более-менее равномерно средства дорожной программы по районам города. В этом году в Бендерах запланированы ремонты на улицах Комсомольской, Тамары Ключок, Космонавтов, Кашевого, Лозо и Шестакова. Ну а ремонт Ленинградской продлится месяц. Полного перекрытия, говорят дорожники, здесь все-таки не избежать. Недели на две дорогу закроют. Об этом городские власти сообщат позже. Александра Гашицкая, Наталья Ткачук и Леонид Мостак, ТСВ.